Олимпийский норматив Олимпийская судьба Денисова решится в конце мая Здравствуйте, это спортивный интерес Программа о харьковском спорте во всех его проявлениях Сегодня в программе Футбол два подряд рекорда металлиста Футзал сборной Украины с позором выходит на чемпионат мира Водное поло четвертый тур мужского чемпионата Хоккей, товарищеская игра Украина, Япония Баскетбол, обзор матчей мужской и женской харьковских команд Велоспорт на треке, итоги чемпионата мира в Австралии Спонсор показу Инвеститина, группа DAD Нынешний европейский клубный сезон в футболе Украина завершит на девятом месте в таблице коэффициентов УЕФА Усилиями шести клубов страна набрала 46,5 баллов Причем 19,5 из них на счету металлиста, для которого это новый рекорд Таким образом, Украина отстояла право в следующем сезоне делегировать Еврокубке шесть клубов В ответ на матч 1-4 финала Лиги Европы металлист принимал Лиссабонский спортинг Переоценить важность этого матча было сложно Потому дисквалификация пары центральных защитников Марка Тарцерьери и Папы Гуе Усложняла задачу Мирону Маркевичу Но такая задача не беном Ньютона, решалась она просто В центре обороны вышли Милан Абрадович и Андрей Березовчук И тем не менее, забить гол металлист позволил На 44-й минуте как раз Капель навесил с фланга Абрадович не дотянулся до мяча Сергей Пшеничных не подстраховал Ирике Ванфольфинкель с головой отправил мяч в дальний угол Пропустили один гол такой Обидный, что не в один момент и один гол Как-то обидно, конечно В дебюте второго тайма харьковчане отыгрались Вышедший на замену Марка Девич головой скинул на Джонатана Кристальда И аргентинец вторым касанием отправил мяч в сетку На 63-й минуте тот же Девич заработал пенальти Который, как и в Португалии, взялся бить Клейтон Шавьер На этот раз Руй Патрисио свою команду выручил В оставшиеся минуты гости умело убивали время А металлист явно сломался психологически И не сумел перевести игру в овертайм По сумме двух матчей в полуфинале спортинг Я удовлетворен победой Она заслуженная Тем более она приятна, что соперник играл с высоким качеством Талантом, импровизацией и головокружительными комбинациями Горечь металлиста я понимаю Но она смотрится на фоне больших заслуг В премьер-лиге металлист играл не менее важный матч Выездной против Днепра Помимо традиционно сложных отношений между болельщиками Интригу подогревало еще и турнирное положение Металлист мог оформить шестую бронзу Днепр вынужден был обходить выше, чем на четвертое место Арсенал Красивый получился матч Интенсивный Очень важные три очка для нас стояли на кону Возможно, для металлиста они были не так важными Но соперник доказал, что является хорошей командой Игра не могла не понравиться В первом тайме гости выглядели лучше И на 31-й минуте Хосе Соса завершил сольный проход голом Но сразу после перерыва Днепр отыгрался Матеус удачно сыграл на добивании Спустя две минуты Девич, как по учебнику, принял пас Эдмара одним касанием, а вторым пробил Антона Канниболодского Но за шесть минут до окончания основного времени Точный удар со штрафного в исполнении Руслана Ротаня Заставил Ланимира Дишленковича капитулировать В компенсированные минуты Девич сорвал атаку Матеуса И получил красную карточку В итоге 2-2, настоящее дерби Прекрасная игра, минимум пафоса Сложно играть здесь Всегда с Днепр такой мать бывает И поэтому Нича тоже неплохой результат А вот где в 26-м туре пафоса хватало Так это в другом дерби, шахтер Динамо Хозяева выиграли с очередным скандалом 2-0 Хороший матч удался Зарея на выезде в Одессе Александрия поднялась из зоны вылета Благодаря трем очкам в Кривом Роге Таблицы теперь двоевластия И в воздухе запахло золотым матчем Металист шестикратный бронзовый призер чемпионата Украины За места в Лиге Европы борются Днепр, Арсенал, Таврия и Металург Уже в субботу Металист примет Ильичовец В рамках 27-го тура Премьер-лиги Пары средней интересностей это Динамо Ворсла, Металург Арсенал И Галецко-Волынское дерби В котором Карпатам очки нужнее воздуха А в 25-м туре 1-й футбольной лиги Украины Харьковский Гелиос принимал Олимпик из Донецка Беспокоить фратарей стороны начали только ближе к концу первого тайма И лучше это получилось у хозяев На 44-й минуте Антон Хромых прострелил на дальнюю штангу Где дежурил Виктор Росков, который и открыл счет На 4-й минуте второго тайма Экс-голкипера-металлиста Дмитрия Жданкова издали огорчил Алексей Кривошеев Чисто вратарский гол Гости мириться с печальной участью не собирались И ближе к концу матча организовали несколько опасных моментов У ворот Руслана Зарубина Один из них закончился пенальти Сыграл рукой Сергей Лобойко Руслан Левига реализовал удар В итоге 2-1 в пользу Гелиоса В таблице солнечные идут на 7-м месте У них 37 очков Кандидаты на повышение в классе Гаверло Закарпатья и Запорожский Металург Имеют 62 и 58 пунктов соответственно В российском Нижнем Новгороде Завершился международный турнир по бадминтону В памяти заслуженных тренеров России Валентины Рамильцевой и Юрия Червякова Харьковчанка Елизавета Жаркая Вместе с россиянкой Анастасией Червяковой Были лучшими в женской паре В одиночке Жаркая стала второй Еще одно серебро она завоевала в миксе С земляком Виталием Коновым А сам Конов в мужском одиночном разряде Добыл бронзовую медаль Продолжаем говорить об играх в зале В воскресенье в Харькове был большой футзал Настолько, что больше некуда В повторном матче раунда плей-офф За выход на чемпионат мира Встречали сборные Украины и Румынии Имея хороший задел первой встречи 4-0 Хозяева выходили на площадку В полной уверенности в исходе противостояния И шероховатости в подготовке к матчу Тогда проблемой не казались Пытался я доказать экстралигии О том, что нельзя энергии в Луганске Играть 3-го числа Потому что мы намечали здесь с четвертым Проводить уже двухразовый тренировок Первый тайм обе команды рисовали бледными красками На их фоне моменты Дениса Овсянникова И Максима Павленко Выглядели шикарными шансами открыть счет У противоположных ворот старался Димитру Стойко Но тоже безуспешно Видимо от досады игроки стали действовать жестко На грани грубости Буквально в течение минуты Произошли сразу два столкновения Взаимопонимание на площадке встречалось куда реже Вот Овсянников выдал прекрасный пас сопернику Хорошо, что Евгений Рогачев Вовремя успел за Космином Германом А вот Павленко оказался на ударной позиции Но зачем-то засунул пас Степану Струху За пять минут до конца тайма Гости пошли вперед с пятым Черную футболку надел лупу И тактика принесла плоды На 20-й минуте Евгений Иваняк Сначала отразил мощный удар Мариана Сатарки А после подачи уже никто не мешал стойке Замкнуть дальнюю стойку В футзале психология значит многое В Румынии мы играли с большим грузом ответственности А сегодня в той же ситуации оказалась Украина Это помогло нам действовать на площадке раскованно Но в жизни так бывает Тот, кто играет хорошо, не всегда выигрывает На второй тайм румыны снова вышли с пятым полевым Как только мяч развели с центра поля После возобновления игры Тот же стойко оформил дубль Но точный удар со штрафного Михаила Романова Вернул трибуном надежду на хорошее настроение Мы собирались разыгрывать комбинацию Я должен был отдавать передачу Но посмотрел, что ребята все закрыты Вратар дернулся Ну и попал на между ноги за их Игра пошла куда интереснее Стойка была от хит-трика на расстоянии толщины перекладины Сергей Чапарнюк чуть промазал по пустым воротам Дмитрий Сорокин вместе с голкипером перебросил рамку Зато Флориан Игнат не промахнулся Подстерегая мяч на дальней штанге с чашечкой кофе Ответный выстрел в штангу Дмитрия Федорченко смотрелся скорее случайным А вот преимущества гостей И паника в обороне хозяев стали вполне очевидными Как следствие Овсянников ошибся И привез гол Третий для стойки в этой игре 1-4 Никогда Штирлиц еще не был так близок к провалу Еще один точный удар и в Таиланд отправляется Румыния О чем перед игрой вряд ли кто предполагал Так бы и произошло Замкни на последней минуте прострел Эмиль Радучу Тем более, что перед этим Романов не реализовал дабл-пенальти Но Украина выстояла в матче В котором сама себе создала проблемы С такой игрой на чемпионате мира делать нечего Спонсор Показу Инвеститина Группа Ди Эйди В Днепродзержинске завершился второй тур Открытого чемпионата Украины по водному полу Среди юношей 1994 года рождения Первая сборная Харьковской области Обыграла команды Одессы 12-10 И Ильичовец 12-5 А также сыграла в ничью с Дельфином Из Кишинева 14-14 И львовским ОИВК 7-7 Именно львовяне и лидируют в таблице У них 19 очков У Харькова на 2 меньше В бассейне НТУ ХПИ состоялся четвертый тур Открытого чемпионата Украины по водному полу Среди мужских команд Лидер Харьковский БМК В первый день играл со львовским Динамо Накануне прошла информация о том Что команда снимается с соревнований Из-за финансовых проблем Но все закончилось хорошо Большое спасибо вообще ко всем тренерам Которые поддержали Львов Это и Мариуполь, и Севастополь Особое спасибо БМК Потому что, еще раз повторяю Это без нашей инициативы Они сами взяли на себя этот вопрос И потому что все хотели Чтобы Львов принимал участие Харьковщане начали матч натужно На голы Сергея Понтюкова и Алексея Шведова Гости ответили точным броском Вадима Скуратова В дальнейшем они уберегли ворота От посягательства игроков БМК И первый период завершился С минимальным преимуществом хозяев Кто в доме главный Стало ясно во вторые 8 минут Действующие чемпионы забросили 5 мячей Авторами которых стали дважды Владислав Сословский И по разу Евгений Безвесильный Вячеслав Скрипник и Понтюков Гости ответили лишь одним точным броском Зато третий игровой отрезок в Львове Они провели на равных с подопечными Юрия Безвесильного На дубль Кирилла Николаенко Они ответили голами Скуратова И Виктора Момота В заключительной 8 минутке Еще раз дубля выстрелил Сословский Поддержали его стремления Геннадий Зайцев и молодой Кирилл Наволоков В итоге БМК выиграл 13-5 В принципе игра сегодняшняя была прогнозирована Поэтому акцент сделал на молодежи Потому что завтра у нас Очень принципиальный матч Поэтому решил ветеранов немножко поберечь А главный соперник Харьковчан Мариупольский Ильичовец Первый день сражался против сборной Севастополя Фавориты наращивали преимущество От периода к периоду И в конце концов победили со счетом 15-9 У выигравшей стороны по хет-трику Свой актив записали Роман Олеференко И Владислав Бабаенко Среди севастопольцев особо отличился Алексей Кузьменко На его счету 6 голов Для Ильичовца это была репетиция Перед грядущим матчем с БМК Все игры с командой БМК У нас каждая игра У нас принципиально интересные игры Бескомпромиссные Поэтому и мы, и они настраиваются Определяющими в поединке БМК и Ильичовец Стали три сухих гола Которые харьковчане провели в первом периоде Второй завершился в ничью 1-1 А после большого перерыва Хозяева в каждой из 8 минуток Увеличили отрыв еще на один мяч Потому и праздновали победу 9-4 У харьковчан по три точных броска Записали на себя Пантюков и Николаенко У гостей аналогичного результата добился Евгений Обединский Динамо-Львов во второй день обыграла Севастополь 9-8 В заключительный игровой день Севастополь пал и под натиском БМК 2-11 А Ильичовец вырвал победу у Динамо 7-6 Следовательно, в таблице БМК упрощил лидерство Отрыв от Мариуполя теперь составляет 6 очков 40 против 34 На ледовой площадке Ice Hall состоялись финальные матчи любительского хоккейного турнира Кубок Динамо Харьков В матче за первое место организаторы соревнований обыграли харьковских тигров со счетом 8-4 У победителей две шайбы на счету Валерия Самарского В поединке за третье место хоккейный клуб Сумы переиграл Полтавский Космос со счетом 3-1 Сборная Украины по хоккею в рамках подготовки к чемпионату мира в первом дивизионе сыграла первый товарищеский матч с японцами В составе подопечных Анатолия Хоменко тренируется и защитник харьковских акул Денис Петрухно Первый период остался за украинцами благодаря шайбе Заблудовского После перерыва гости ответили двумя точными бросками в исполнении Танаки и Кудзи В третьем отрезке Наваренко сравнял счет 2-2 продержалась до серии булитов А там японцев выручил вратарь Харуна, который отразил бросок Квитченко Это первое в истории поражение Украины хоккеистам страны восходящего солнца В 16-м спаренном туре мужской баскетбольной высшей лиги Украины Харьковский авантаж Политехник играл на выезде с одним из главных конкурентом в борьбе за первое место Волынь баскетом В первой встрече победу вырвали харьковчане 82-80 Во второй победили хозяева 89-87 Самым результативным игроком противостояния традиционно стал капитан политехников Тимур Арабаджи За два матча он набросал 50 очков В таблице харьковчане первые, у них 58 пунктов На один меньше у Муссона, на четыре у Волынь баскета Но у Лучан есть две игры в запасе На втором этапе женской баскетбольной первой лиги команды сыграли восьмой спаренный тур Харьковский клуб ХАИТ ЭХЭКС ГАЦ в Херсоне играл против таврийской звезды Первый матч хозяйки выиграли с большим преимуществом 82-53 А во втором команда Элеоноры Чек чуть было не сотворила сенсацию Не хватило пары очков 55-53 снова в пользу таврийской звезды Здесь таблицу возглавляет Ивано-Франковский университет У него 30 очков ХАИТ ЭХЭКС ГАЗ замыкает шестерку лучших с 14 пунктами В австралийском Мельбурне завершился чемпионат мира по велогонкам на треке Харьков на этом мегафоруме представлял динамовец Андрей Винокуров В индивидуальном спринте он не добрался до 1-16 финала, заняв в квалификации 43 место А победителем стал француз Григорий Буже Сосвязался Винокуров и в Керине, где занял 25 место из 33 участников В этой дисциплине не было равных представителю Туманова Альбиона Крису Хою Ну а лучшим украинским выступлением на чемпионате мира отметилась луканчанка Любовь Шулика Она заняла 4 место в женском спринте Первенствовала там британка Виктория Пендлтон В матче второго раунда Кубка Дэвиса во второй группе евроафриканской зоны Сборная Украины по теннису победила команду Кипра со счетом 5-0 Теперь дело за женской сборной, которая 21 и 22 апреля в Харькове сразится с командой США В рамках плей-офф мировой группы Кубка Федерации На этом все, спасибо, что смотрите нас, спортивного вам здоровья, все остальное приложится Субтитры подогнал «Симон»